Project A или The Valorant Когда анонсировали эту игру, ее все окрестили убийцей Counter-Strike Но, по истечении времени у нас появлялась все больше и больше информации Игра, конечно же, еще не вышла в открытый бета-тест Его обещали завести ближе к лету Но в данный момент у нас опять же есть информация, благодаря которой можно понять, убийца это или же нет С вами Warhammer Что же, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем Забегая чуть вперед, для тех, кто не хочет смотреть этот ролик до конца Я сразу отвечу на вопрос Нет, Valorant не станет убийцей Counter-Strike Так что примерно на этом моменте можно закрывать А тем, кому интересно, почему же он не станет, оставайтесь Немного о себе расскажу У меня наиграно почти 5000 часов в Counter-Strike Играл я в полупрофессиональных командах Поэтому об Counter-Strike у меня есть понимание, что в нем хорошо, что в нем плохо, что надо поменять и тому подобное Также еще хочу сказать, что, опять же, это мое мнение, почему Valorant не станет убийцей Поэтому соглашаться с этим мнением или нет, решать уже вам Начнем немного издалека В 2019 году был анонсирован Project A Он же потом получил имя Valorant Разработчиком данной игры является компания Riot Известна она своей игрой League of Legends Которая тесно конкурирует с Dota 2 от Valve Соответственно, Riot почесали голову одним вечером И подумали, а почему бы нам не стать конкурентами еще и Counter-Strike Ведь у Counter-Strike как таковых конкурентов нету Окей, ближайший конкурент это Rainbow Six Siege Но, будем честны, Радуга и Counter-Strike это немножко разные игры Все-таки Радуга больше про тактику Ну и, собственно, вот, порешали они И надо бы делать все-таки игру В начале марта этого года выходит первый геймплейный ролик Из которого становится понятным, что Помимо персонажей, у игры будут еще другие проблемы Начнем, пожалуй, с них Персонажи это такое-то, мы оставим на потом, на сладенькое Первое, что я увидел, это Подготовительная стадия А-ля Rainbow Six, либо же Overwatch Но, у меня сразу же встал вопрос А нахрена она здесь нужна? Зачем? Чем она обусловлена в этой игре? Ладно, в Радуге она была обусловлена тем, что Команде защиты нужно подготовить точку для обороны Сделать все споты какие-то, атаки Нужно найти тот самый план, где он располагается В Overwatch, там тоже все зависит от режима И, как я помню, подготовительная фаза только есть в режиме сопровождения Когда атаки нужно сопроводить груз до финальной точки И, да, защита должна прийти к этому грузу своего дальнего спауна Это окей, это все обусловлено То есть, почему есть такая фаза в этих играх Но чем тут она обусловлена? Ладно, окей, привяжем то, что на карте есть три точки Три! Не две, как в Counter-Strike, а три Зачем их было сделать три, я не понимаю тоже Ведь это только усложняет игру для защиты Но про карту мы чуть позже поговорим Все, это единственная причина, по которой я вижу, для чего нужна эта фаза В принципе, эта фаза убивает вариант игры от спауна Как в Counter-Strike То есть, тот же мираж, например, возьмем Вы играете за террористов, у вас есть спаун под яму Вы можете пойти в яму, пикнуть человека, который будет пробегать в коннектор Либо же человека, который будет в планете играть У стороны защиты в Counter-Strike та же самая ситуация, на том же оверпассе У вас есть хороший спаун ближе к туалетам Вы идете и пикаете шары, убиваете терров, которые пробегают из бункера на детскую площадку Либо в мид За счет этого вы получаете преимущество в начале раунда Либо же наоборот, у вас есть человек, который идет пикать, он умирает За счет чего у вас появляется вариативность, как это играть, раунд У вас есть Entry на каком-то планете, можно выйти на этот план У вас нет Entry и, соответственно, ваш экип умер Окей, мы разыграем как-то по-другому свой дефолт В Валорантии же, как я вижу, будет просто один дефолтный раунд Все, там будет минимум, минимум, скорее всего, каких-то придумок Только если будет сталкиваться от способностей Ведь никаких утилити гранат вроде бы не будет в игре Будут только именно способности, которые заменяют утилити гранаты Да, это тоже, конечно, охрененная идея Ладно, перейдем теперь к карте Три точки, как я говорил ранее Зачем три точки? Я этого не знаю Вы играете 5 на 5 И, соответственно, окей, две точки забирают два человека И одну точку забирает, соответственно, один человек И тут стоит вопрос о том, как будут сделаны перетяжки между точками Ведь если вы сделаете их очень длинными То человек, который будет стоять один на определенном планете Он будет все время проигрывать этот план Потому что к нему по КД будут залетать 5 игроков атаки И он с ними ничего не сможет сделать Ну, если там только не какая-нибудь прям ультимейт способность Которая просто уничтожает всех соперников Уверен, такая какая-нибудь способность у какого-нибудь персонажа Ну, окей, это настою стирает, останется Вот Но тут стоит вопрос Если вы сделаете какие-то быстрые перетяжки То у вас игрокам атаки будет очень сложно играть И найти здесь прям идеальный баланс будет очень-очень сложно на карте Так что три точки это изначально плохая была идея Две точки это оптимальный вариант Когда у вас два игрока контролят свои точки И один игрок может, соответственно, либо играть на той точке, либо на другой Либо смотреть вообще там мид, к примеру Ну, на разных картах там по-разному Я же не знаю, какие там все-таки карты будут Но, по крайней мере, вот с тремя точками нам уже карту показали Вот Это что касается, по крайней мере, карт То есть есть некие проблемы Плюс проблемы в классе ситуации Все-таки ситуация там Два в два, два в один, один в два Когда у вас два планта С этим еще более-менее можно Когда вы играете вдвоем, вы можете сбежать по плантам И все, и, соответственно, ждать человека атаки Когда у вас будет три планта, и вы остаетесь вдвоем Вам придется угадывать, на какой плант он пойдет Потому что у вас есть все время шанс, что он пойдет просто на тот плант На котором вообще никого нету И с этим очень все печально А если вы, примерно, вдвоем остались И у вас очень мало хп у обоих То вы должны играть вместе И, соответственно, у вас уже два планта остаются Без кого-либо прикрытия И, то есть, в классе ситуации Игрокам атаки будет намного проще отыгрывать За счет того, что всегда будет какой-то пустой план Да, нужно будет угадать, но шанс-то угадать все время есть Так что, почему бы и нет Вот, это, по крайней мере, все, что я заметил по геймплейным особенностям на картах Тут надо будет смотреть уже на бета-версии, которая выйдет летом И, да, скорее всего, я посмотрю, что там будет Какой пиздец творится Но теперь перейдем к самому сладкому Просто, муа Просто охрененные идеи Это персонажи в FPS-шутере Вы серьезно? Какой идиот до этого додумался? Ну, опять же, Радуга, Лада Там оперативники, и у них есть свои гаджеты Это все обусловлено Про Overwatch я ничего не говорю Они с CS вообще никак не имеют ничего там одинакового Кроме, ну, шутер и шутер, все Ну, тут вы делаете шутер а-ля Counter-Strike Но зачем-то пихаете в него персонажей Зачем? То есть это изначально убивает весь смысл игры Потому что у вас будет меньше зависимости от скилла У вас будет зависимость от персонажей Которые, ну, как бы, это очень все плохо И плюс способности Да, их надо будет покупать Но вопрос, сколько они будут стоить И вопрос, как сильно они будут вносить импакт То есть в геймплее на видео нам показали уже персонажа У которого будут стрелы, которые показывают там в определенном радиусе Противников на мини-карте И как бы ты смотришь на это и понимаешь Этой игре пиздец Соответственно Персонажи будут еще и разделяться На имбовых, очень хороших, хороших и просто дерьмовых И это тоже очень плохо Найти баланс среди этих персонажей Опять же, как я говорил ранее, сложно будет Но в этой системе есть и плюс То есть плюс в том, что их можно ребалансить И, соответственно, те персонажи, которые были говном, становятся очень хорошими А те, которые были имбовыми, становятся полным говном То есть тут, да, есть возможность менять мету игры Чего не хватает тогда Counter-Strike Потому что ты особо мету не сможешь там поменять Кроме как изменить как-то карту Либо же немножко поменять характеристики оружия Там, ну, убрать с цены оружия Немножко денег и все Вот, развлекайтесь Как было с AUGUM и ESG Отлично Но, ребята, это полбеды В середине марта стало известно то, что персонажи будут платными Платными, Карл То есть они взяли самую дерьмовую систему из Лиги Легенд И добавили Валорант Я не знаю, как сейчас с фармом валюты Но играл я в Лигу Легенд примерно лет 7-8 назад И тогда было все очень печально с фармом валюты На персонажей, которые стоили под 6 косарей То есть, ну, там пришлось бы, наверное, полмесяца просто сидеть Не влазить из Лиги Легенд и фармить Вот И что нам это дает? То, что всех хороших персонажей Люди будут сразу же на них донатить В первое время, когда выйдет игра То есть на бета-тесте никто не знает, какой персонаж хорош Но после него станет уже всем известно И, соответственно, вы увидите в первый день то, что там люди просто будут донатить на наиболее персонажей И будут ими только катать И это полный трэш То есть, когда ты придешь, у тебя будет только бесплатный пул персонажей И либо ты донатишь на хороших персонажей, либо ты сидишь с этим пулом В этом пуле может быть и хороших персонажей, а может быть все говно То есть, тут двоякая, может быть, ситуация И это все просто изначально уже хоронит всю идею конкуренции с Counter-Strike Потому что, ну, какие к черту персонажи, опять же Вот Как итог, можно сказать то, что, ну, игра похайпится Там пару-тройку месяцев, да, в нее будут играть Да, она наберет свою аудиторию Скорее всего, аудитория будет где-то 100-200 тысяч онлайна точно Но к Counter-Strike игра и близко не подойдет Если смотреть на киберспорт, то да Райоты делают турниры и, скорее всего, там будут большие призовые Больше, чем в Counter-Strike Это хорошо, это подстегнет Counter-Strike к развитию То есть, по крайней мере, Valve задумается о своих мажорах И там будет, может быть, больше призовой Задумается об игре Потому что, в Аларанте, что хорошо Это будет 128 тикрейт с самого старта Что нету в Counter-Strike уже на протяжении 8 лет Чего, в принципе, не хватает в матчмейкинге Да, есть фейс, эсэ, но все-таки люди, когда приходят в игру Они не сразу знают об этих сервисах И 128 тикрейт, это очень хорошо При начале Плюс, обещали какую-то хорошую античит-систему Ну, тут только время Пока что, насколько она будет хорошая Потому что на словах может быть одно А по факту будет как в Counter-Strike Куча читеров и все Как бы игра еще бесплатная Поэтому можно будет ее все время скачивать Остается дожидаться бета-теста Где мы сможем уже пощупать игру сами И посмотреть реально, что в ней будет еще добавлено или урона Но, по крайней мере, вот эти три пункта Это вот три планта Это стадия подготовки И персонажей желательно бы убрать Уберете, ребят Все, игра 100% будет конкурировать с Counter-Strike Но пока там будут даже персонажи Эта игра и близко не будет конкурировать Пишите, ребят, в комментариях свои мысли по поводу Валоранта Пойдете вы играть или останетесь все-таки в Counter-Strike И подписывайтесь на канал Ставьте лайки И подписывайтесь на группу ВКонтакте До скорых встреч, ребят, пока-пока и удачи вам